Экс возлюбленной скончавшейся певицы Юлии Началовой, хоккеист Александр Фролов, объяснил, почему не пришел на похороны артистки. Находящийся в Лос-Анджелесе спортсмен записал видеообращение, в котором рассказал, что попрощался с бывшей гражданской женой мысленно. Ролик показали в рамках выпуска шоу «Пусть говорят», посвященного судебному разбирательству и многомиллионному иску в отношении Началовой. «Я был в Лос-Анджелесе, когда все это произошло. Мы расстались три года назад приблизительно, и после этого, может быть, только один раз где-то виделись. Я, в принципе, с ней простился, поэтому думаю, что присутствие на похоронах — не такая важная вещь». «Самое главное, как ты относишься к человеку», — сказал Фролов. Реклама гостей студии поддержали эту мысль, в частности, телеведущий Александр Пряников заявил, что присутствие на кладбище совершенно не влияет на отношения между людьми. Кроме того, он отметил, что некоторые звезды ходят на похороны на показ, чтобы поднять свой рейтинг. «Гораздо честнее приехать и проститься одному — это его личное дело», — заключил Пряников. Продюсер Барри Алибасов заметил, что в последнее время люди делают шоу из всего, даже из похорон. «Это все-таки трагедия в жизни людей, и все переносит ее по-своему. Лучше в одиночестве проститься, чем на глазах каких-то людей», — согласился Алибасов. Ранее участником скандала стал еще один бывший возлюбленный Началовой, экс-солист группы премьер-министр Дмитрий Ланской. Журналисты обвинили музыканта в том, что в свое время он заставлял Началову худеть и довел ее до анорексии, это якобы сделало организм молодой женщины более уязвимым к заболеванию. Подобными претензиями Ланского разозлили настолько, что он даже снял четырехминутное видеообращение, которое опубликовал канал Мэш. «Совместно с адвокатами я уже начал составлять заявления о распространении заведомо ложных сведений, и вскоре они будут переданы в соответствующие учреждения», — пригрозил экс-супруг Началовой. В ролике он назвал журналистов стервятниками, не имеющими человеческих представлений ни о семье, ни о сострадании, ни о скорби, которые гонятся за рейтингами, забывая о чужом горе и собственном достоинстве. Господа журналисты, вы вообще люди? Что-нибудь есть для вас святое? Сейчас время Великого Поста. Опомнитесь и удалите откровенную ложь со своих порталов. Под вашими лживыми фильетонами написаны ваши фамилии. Вы для этого учились в университетах? — спрашивал Ланской. Музыкант также резко опроверг все обвинения в свой адрес, напомнив, что расстался с Началовой более 15 лет тому назад. При этом он признался, что их развод был эмоционально тяжелым. Разводы вообще не бывают легкими. Я никогда и нигде об этом не рассказывал и не давал интервью, так как это личное дело, — сказал Ланской. Кроме того, артист добавил, что за прошедшие годы бывшие супруги виделись 3-4 раза. Их последняя встреча состоялась на концерте в честь 30-летия группы «Премьер-министр» в ноябре 2018 года. Информацию об анорексии Началовой Ланской назвал легендой, придуманной ее горе-пиар-менеджерами, которая не имеет ни одного подтверждающего медицинского документа. Это вымысел и сфабрикованная информация на все 100%. Я никогда не кормил ее никакими таблетками и не заставлял худеть. Это ложь, — отрезал Ланской. В то же время он подкрепил свои слова логичным аргументом, спустя два года после развода певица снова вышла замуж и родила здоровую дочь. Также продюсер отметил, что его бывшая супруга была яркой и независимой личностью, которую никто не мог заставить делать что-то против воли. В заключение Ланской снова обратился к представителям прессы с просьбой прекратить его травлю в СМИ. «Это не мыльный сериал. Это реальная жизнь с реальными чувствами людей, и в данный момент вы наносите непоправимый урон мне и моей семье. Остановитесь», — потребовал бывший супруг Началовой.